приветствую друзья мы снова вместе и сегодня достаточно интересная тема я хочу рассказать высказать свое мнение по поводу вообще мировой ситуации что сейчас происходит и это серьезно это реально серьезно обязательно досмотри это видео до конца потому что в конце я раскрываю самую суть происходящего что происходит по энергетике на нашей планете не стоит вестись на прогнозы каких-то нумерологов гадалок ченнеллеров которые там какой-то ченнелинг выходит что-то там им приходит что-то они там передают это все иллюзии и влажные фантазии этих людей на самом деле сейчас происходит это можно назвать сравнить каким-то глобальным переходом но нету такого человека нет такой силы на земле которая может достоверно сказать куда мы придем что будет дальше потому что начиная от гадалок предсказаний еще чего-то да там каких-то прогнозов прогнозчиков заканчивая топовыми бизнесменами журнала из журнала forbes достаточно адекватным мнением все говорят какие-то вещи они все об одном но абсолютно разные и не факт что что-то будет именно так как можно прогнозировать мир разделился на две две части одна часть мира людей говорит о том что всем крышка всем хана вот обратите внимание что происходит в инфопространстве чипизация вакцинация герман стерлингов вообще там говорит что всех там загонят изолируют и будешь будут что-то с ними делать кто-то говорит что какое-то какая-то часть население планеты будут будет истреблена кто-то говорит что будет еще новый вирус то есть одна часть людей глобально париться потому что будет будет все плохо будет страшно то есть одна часть в страхе находится другая часть поменьше они смотрят светлое будущее и как бы думать что сейчас будет повышение вибрации на планете и всем придет прекрасная зеленая земля очищается происходит чистка это просто мнение друзья не ведитесь смотрите что сейчас по факту происходит я хочу сказать лишь свое мнение не нужно его принимать на веру а на моё личное то как я вижу то как я считываю с энергетики с поля земли через свое собственное личную наработку личный канал интуитивного видения как хотите называйте просто интуитивно это понятно это очевидно у нас есть чакровая система 7 энергетических центров которые находятся в внутри нашего тела от копчика до макушки по этой системе была раньше открыта или создана пирамида масло пирамида потребности сначала низшие потребности потом высшие потребности и получается что если мы сравним вот эти две системы то понятно что снизу будут базовые потребности сверху будут потребности в творчестве в самореализации каких-то знаниях каких-то духовных знаниях там далее потребность духовно развиваться и так далее если мы посмотрим по энергетике то вот взять все человечество данной планете вот вот все человечество можно сказать условно опять же в кавычках метафорично получает удар по нижним трем чакрам ну энергетический удар как хотите назовите блок блок первых трех нижних чакр и получается такая тема что корневая чакра это копчик это система выживания то есть это энергетическая подпитка нашего тела это энергетический центр который отвечает за выживательную энергетику выжить в общем это все что связано со здоровьем и с тем буду ли я жить или нет то есть от копчика зависит подпитка нашего наши жизненные силы и что мы видим мы видим что инфополе конкретно вибрирует на чистоте вам всем крышка все ты открываешь новости или youtube со всех вообще экранов все блогеры кто только сейчас не говорит про вот этот коронавирус который кто-то даже сомневается что он есть кто-то говорит что это мутированная форма гриппа возможно но так и есть но пока у вас нету тестов лабораторных вы это никогда не докажете реально никак не сможете доказать это знают только медики врачи и те кто с этим соприкасается и в итоге мы получаем первая чакра мы все умрем это транслируется со многих инфоисточников и конечно же когда ты с утра просыпаешься у тебя такая новость ты дома сидишь ты на самоизоляции или ты на карантине и ты еще начинаешь заболевать там у тебя там температура там 37 или там как кашлять начал сопли пошли ты думаешь все я заразился то есть то есть сейчас вся планета на шухере каждый прислушивается к себе чуть какая болезнь и там у эрвидом или еще какие-то подобные признаки все то есть это реально на панике и это сплошь и рядом то есть все твои друзья знакомые все атакуют вот это информация информационным вот этим блоком блок по нижней чакре это страх смерти на этом идет очень мощная атака на это и игра то есть сейчас информационное поле давит на три нижней чакры первая страх смерти вторая чакра это кайфушки развлечения это сексуальная энергетика это способность получать радость от жизни кайф то есть пойти в кино пойти в ресторан погулять по городу перемещаться путешествовать сходить в магазин пошопиться покушать вкусно в приятной компании до перемещаться еще как то то есть все что связано с индустрией развлечения сейчас выключено заблокировано вы не сможете пойти в торговый центр вы вам будет сложно перемещаться очень сложно как-то кайфовать вот в этих условиях поэтому это второй центр вторая чакра тоже в блоке третья чакра это бизнес это финансы это карьера и что у нас происходит с этим конечно же возможно будет массовое увольнение очень много предпринимателей будет закрыта закрываться это серьезный удар по бизнесу серьезные удары по экономикам стран конечно же это третья чакра это бизнес чакра по сути энергии энергетический центр который отвечает за доминанту за движение денег за вообще денежную часть нашей энергосистемы конечно же это тоже в блоке что с остальными четырьмя у нас остается сердечный центр там где тимус здесь у нас энергетика вырабатывается из этого центра или этот центр генерит эту энергию эта энергия любви милосердия доброта отношения романтика все что с этим связано это теплая сердечная энергия вот эта теплота душевная это по сути работа 4 чакра люди у которых блок на четверке у них получается они злые они раздражительные они не дают какого-то тепла вот этого человеческого доброго тепла вот это та самая энергия энергия анахаты она не заблокирована сейчас вы сидите дома наверняка смотрите данное видео и конечно же от каких-то новостей от того что все дома я не говорю что же все друг другу надоели да но многие люди которые давно не видели детей редко уделяли время своей семье они сейчас в семье и конечно же происходит энергетика снизу поднимается наверх происходит раскрытие сердечного центра дальше пятый центр это творческая энергетика сейчас очень многие люди пошли на удаленку то есть в офис ходить нельзя на работу ходить нельзя перемещаться нельзя куда ты лезешь ты лезешь в интернет ты лезешь в youtube тебе нужно как-то зарабатывать деньги конечно же у тебя включается креативное мышление например я купил курсы английского языка с преподавателем онлайн и конечно же их купил полтора месяца назад и как вы думаете когда к этим курсам я приступил конечно же находясь на самоизоляции я начал изучать английский язык я начал проходить курсы с репетитором у меня появилось больше времени например выставить свет организовать себе студию пространство у меня появилось время как и у многих других сфокусироваться на одном месте сфокусироваться осмотреться задуматься о чем-то и уже из этого найти какое-то нестандартное решение думаете тем людям которые работали оффлайн до которые работали на работе и их перевели на удаленку на онлайн думаете у них не включилась креативное мышление да это для нас новое для многих людей онлайн это просто был раньше темный лес а сейчас они начали осваивать разные программы и нагрузка на программу зум до который все сейчас в онлайне сидят все рабочие процессы через эту программу происходят раньше было 10 миллионов а сейчас 200 миллионов пользователей резко вдруг поэтому блок нижних чакр вынуждает запускаться верхние чакры вот это интересно сердечная чакра это близость к семье до какие-то раз какое-то раскрытие в отношениях либо наоборот вскрытие каких-то травм да вот именно в отношениях креативный центр это поиск новых решений выходы из ситуации изучение каких-то изучение языков кстати это уже шестой до изучения вообще чего-то нового это шестой центр межбровная зона это интуитивный канал восприятия и потребность изучать потребность что-то узнавать новое очень много людей на планете сейчас через интернет узнали много нового много нового как работает экономика как работает бизнес смотришь какой-то бизнес-канал и там какая-то ситуация предприниматель имена голаров говорит что капец у меня оффлайн бизнес торговые центры закрыты все плохо не знаем поддержки от правительства ждать не и он рассказывает интервьюеру из форбса какие у него проблемы и там куча комментариев людей которые вообще не врубаются как работает бизнес это люди видимо которые она просто они наемные рабочие у них никогда не было бизнеса они никогда выше какого-то потолка найма не прыгали и они пишут ну куда уж ты там вы там нагребли себе полные карманы денег и вам то жаловаться вот простым людям то есть нечего о чем это говорит что народ просто реально в теме бизнеса там или экономики вообще не алёна вообще не понимает что происходит один такой предприниматель он кормит тысячи вот таких вот рабочих то есть если его бизнес завалится а все кто в комментариях но большинство они хотят чтобы там фиг с вами пускай разоряйтесь да вы и так зажались если его бизнес упадет то получается что куча народа и семей лишатся дохода поэтому очень много людей которые не понимают какие процессы происходят реально и но у них реально изменится их представление и картина мира сильно пошатнется старенькую картину мира вам придется выкинуть то есть шестой центр отвечает за потребность знать новое хочу знать хочу изучать хочу познать что там происходит то есть открывается третий глаз знания да не просто глаза да что я что вижу то и говорю о третий глаз знания анализа что происходит реально в мире ты начинаешь интересоваться что мать его происходит и седьмой центр это потребность вообще знать кто я зачем это все происходит для чего это все происходит почему сейчас мир проходит точку невозврата почему и куда это приведет нас всех потому что это касается каждого тебя меня и да вообще не важно рабочего дворника сейчас все объединяются так или иначе даже те люди которые сейчас находятся в хорошем положении их не так сильно касается что происходит в мире те люди у которых есть сбережения которые здоровые которые позаботились о себе до который предугадали да у них есть запасы до них тоже все это дойдет и доходит и будет доходить потому что мы живем все в одном мире на одной планете поэтому такое видение то есть видно прослеживается очень четко что идет удар по первым трем нижним чакрам по выживаемости по выживанию в общем вирус умрем нам всем крышка не выходите из дома 2 чакра это удовольствие все развлекательные центры кинотеатры все закрыто негде получить удовольствие только дома только дома со своими родными близкими третья чакра это бизнес эта экономика в тоже удар тоже серьезный мощный удар четвертое душевное равновесие романтика господа романтика смотришь в окно романтика пятый креатив раскрываем креативное мышление запускаем какие-то новые решения шестой пытаемся узнать что-то новое как работает экономика например если ты рабочий не знаешь как работает бизнес ты об этом так или иначе узнаешь потому что тебя это коснется если ты предприниматель не знаешь как работает правительство сейчас ты об этом узнаешь как она работает в этой стране в этой стране так далее и конечно же каждый из нас задумается очень крепко глубоко осознанно задумается седьмой центр зачем это все к чему это все нас приведет почему это происходит ведь наверняка есть какая-то высшая сила которая запустила этот процесс и вы ее не знаете и и никто не знает мы можем только предполагать потому что люди на планете как слепые котята на самом деле разбирается только постфактум кто-то реально знает единицы даже если ты знаешь что будет происходить дальше ты один в своей ячейке только это знаешь остальные то не знают если ты супер гадалка супер маг или супер нумеролог таролог еще какой-то олог соответственно даже если у тебя есть конкретно достоверная информация что будет дальше максимум об этом узнает твое окружение и там еще пять кругов дальше все если конечно же ты не дональд трамп или не путин или еще не какая-нибудь там серьезная фигура в мировом масштабе если ты не там то все равно твои супер знания они не дадут такого эффекта все равно не услышат а время-то идет поэтому друзья что предлагаю предлагаю заниматься низами предлагаю заниматься закрывать пробои на нижних чакрах первое это спорт это оздоровление это дыхательные практики и кстати проведите аналогию идет вот мощное воздействие на дыхательную систему планета в том году горели леса очень сильно сгорела австралия это легкие планеты обратите просто закономерность я просто как сторонний наблюдатель то говорю сгорели большая часть легких планеты леса сгорели и уже в этом году даже в том году начался вот этот вот вот эта паника пандемия по теме коронавируса это поражение дыхательной системы человека то есть наша дыхательная система получила также удар планета получила и дыхательная система я оставлю этот вопрос открытым просто поразмышляйте на эту тему к чему это все зачем и поэтому сейчас наиболее актуально заниматься дыхательными практиками укреплять свою дыхательную систему сделать ее сильной через различные техники энергодыхания дай бог у меня на канале полный арсенал и дальше я скорее всего сделаю для вас технику энергодыхания которая будет состоять из трех фаз три фазы на три нижних чакры и так чтобы закрыть низ накачать его энергии чтобы не сливать свою силу на страхи чтобы кайфовать от того что у тебя что тебя окружает и чтобы поправить свои финансы это можно сделать через онлайн через интернет потому что наверняка ваши услуги кому-то будут полезны даже онлайн у меня все друзья будьте здоровы и качайте силу развивайте свое дыхание занимайтесь практиками энергодыхания увидимся в следующем видео и там я уже дам практику энергодыхания мощно специально для моих уважаемых подписчиков кто не подписался подпишитесь обязательно ставьте колокольчик лайк увидимся в следующий раз